МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы прощаемся с городом Санкт-Петербург. Ну, вернее, по традиционному говорим ему до свидания. И наш путь лежит домой. То есть в Москву. Домой-домой, в Москву-Москву. Прекрасное получилось путешествие. Нам очень повезло с погодой. Очень повезло. Было и достаточно тепло, и ясно. Но сейчас нам намекают, что зима-то еще... Не кончилось. Поэтому крепче за баранку держись, шофер. Что делать и будем по дороге. Поехали домой. В Зеленоград. Выезжаем из города. Значит, Московский проспект. Уже, так сказать, Москва протягивает нам свою руку навстречу. Что-то Лёва у нас спит. Надо будить. Уже пора. А то он же наш этот, как это сказать, талисман. А, его надо в 10 будет, наверное, надо. В 10, наверное, его надо разбудить. Писок. Давай, подъем. Все, открывай глаза. Уже поехали. Нет, еще спит. Ну ладно, до 10 дадим возможность отдохнуть. Московский проспект. Вот интересно, здесь такая история, что мы сейчас проехали полями воздухоплавания. Там как будто бы даже окраина города так смотрится. А потом свернули налево и оказались чуть ли не опять в центре города. Вот этот район, по-моему, называется Московский. Может, фантазирую? Питерцы поправьте. Метро-электросила. Вот здесь... Метро-электросила. Да, метро-электросила. Ух. Здесь даже и вот сейчас будет, вот видите, там впереди шпиль такой торчит. А там такая площадь грандиозная будет, он как центр этого района. Своего рода даже некий центр... Я бы сказал, даже целый город бы не постыдился иметь такой центр. Вот мы сейчас это увидим чуть попозже. Вот, но это еще не центр, здесь, так сказать, он дальше центр района. Но, тем не менее, вот видна вот эта застройка, такая послевоенная, такая достаточно, ну, победная застройка, я бы сказал. Весь район, он послевоенный. И виден сталинский такой ампир. Московский район. Подъезжаем к центру района. Вообще, надо заметить, что Санкт-Петербург... Вот здание центральное, наверное, бывшего. Почему бывшего? Нынешнего. Нынешнего. А вообще, надо заметить, что Санкт-Петербург строился по римскому принципу. Это римский принцип города, разделенный на такие, на кварталы. В отличие от Москвы, которая была концентрическая система, да, здесь именно вот разделение на кварталы. И у каждого квартала существует свой, видимо, исторический, как бы такой центр. И вот здесь вот сейчас вот слева виден как раз центр Московского района. Ну, прям скажу. Наверное, тут даже какие-то внутренние терки были. Ну, потому что... Вот еще раз повторюсь. Ну, это... И целому городу не зазорно такой центр иметь, обратите внимание. Это же не центр, а центрище, я бы сказал. Да. Вот. Ну, и понятно, Ленин, указующий куда-то. Вот. Ну, на самом деле, конечно, памятники сносить, наверное, не очень хорошо. Но Ленин стоящий на постаменте на 26-м году капиталистического существования нашей страны. Мне лично представляется немножко странным. Да. Ну, ладно. Едем дальше. Должен немножко пояснить свои предыдущие слова. Конечно же, я не сторонник стихийного варварского сноса. Никаких памятников. И вот эти памятники вообще будут вечны. Вот памятник защитникам города. Здесь все торжественные мероприятия проводятся. В связи с 23 февраля. Вот. Я имею в виду, что некоторые памятники некоторых эпох, ну, как бы, достаточно одиозные. Их, наверное, имеет смысл все-таки куда-то аккуратненько снимать и уносить в какие-то там специальные места, типа пантеоны, наверное, памятник. Делается. Например, в Москве есть такое место, где памятники аккуратно демонтированы и выставлены на отдельной площади. И мое частное мнение, что Ленина надо, конечно же, убирать от центра города и уносить на какие-то вот такие места. Опять же, вопрос спорный. Тут очень тонкая грань. Очень тонкая грань. Ну все, шушары и прямая дорога домой. Ну, со всеми прелестями Ленинградского шоссе, естественно. Закупились на выезде в Ленте. Традиционное место нашей закупки питания на дорогу. Я уже говорил о том, чем отличается наше автопутешествие, ну, автопутешествие по России от автопутешествия по Европе. Ну, крайне мало где можно покушать без риска, сами знаете, для здоровья. Поэтому мы закупаемся с собой и а-ля пикник путешествуем обычно. Вот еда. Да, вот еда. Расстояние нам предстоит преодолеть 653 километра, что равно расстояние между Берлином и Мюнхеном. Ну, то есть практически мы проедем через Сюту, мы Германию проедем. С севера на юг по расстоянию. А в нашей интерпретации это расстояние между двумя городами. Центральными Санкт-Петербургом, который у нас за спиной остался, и Москвой, которая перед нами. Ну, дорога, куда находится перед нами. Прямой участок до Чудова. А далее все еще более чудесно. Продолжаем путешествовать. Итак, Чудово. Обратите внимание, вот тот самый мотельчик, про который мы ранее говорили. И здесь заканчивается просек Петра Первого. И начинается дорожка на Великенопр. Ну, история есть история в воде. И вот она должна была прямо шоссе пройти. Там, где домишки, видите? Но... Так, повернули мы направо. Поехали мы в сторону господина Великого Новгорода. Новгородской области. Основенность на заправке газ и нефть. Газпром нефть. Ага, Газпром нефть. Чем нравится в последнее время эта заправка? Тем, что есть вот такая вот... Тут скидочки такие. На самом деле, 7% от заправки идет зачет. Неплохо. Очень неплохо. Да, машина у нас Ниссан. Я, по-моему, про это уже рассказывал. Очень себя хорошо показала на дороге. В виде путешественного автомобиля. Мы довольны. Продолжаем наше путешествие. Проехали мы местечко Курское. У нас за спиной осталось. И перед нами съезд на оплатный участок вокруг Вышнего Волочка. Сейчас будем уходить на платную дорогу. По дороге в Санкт-Петербург мы на ней уже ездили. 200 рубля. Да, вот 200 рубля она стоит. Значит, в течение суток этот кусок. Обходим мы Вышний Волочок. Пробки Вышнего Волочка. И уходим в сторону Москвы. Видно, что ее дальше надстраивают дорогу. Вот, так сказать, вот туда. Мы это видели, когда ехали в эту сторону. Ну и сейчас, наверное, еще раз это же увидим. В планах же дотянуть дорогу до Великого Новгорода. Так, нет, здесь ее не видно, этих планов. А вон, вон, развязка, вон там далеки. Она там в лес уходит просенька. Вот, ну а мы пошли на скоростную дорогу. И сейчас по ней поедем в сторону Москвы. Вот площадка отдыха обозначена. И сейчас мы увидим, что у нас тут имеется. Имеется кабина санузла. Ну, туалетом вот она там светится. И навесики для перекуски, стояночка. Ну, для наших автодорог дальних это уже приличный прорыв. Да, вот так вот. До сссс. Ну и в соответствии с сюжетом, дорога приводит нас домой. Мы подъезжаем к Зеленограду. Ну, проехали по платному участку. И перед нами огни большого города Зеленограда. Ну, соответственно. Спасибо всем, кто был с нами. Впереди еще много новых интересных путешествий. Будем дожидаться их начала. А на сегодня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok